Более 97% бюллетеней обработаны на Украине к этой минуте. И ситуация настолько очевидна, что то, что еще не подсчитали, уже ничего не изменит. Во втором туре выборов главы государства Владимир Зеленский набрал голосов втрое больше, чем Петр Порошенко. Для пока еще действующего президента это не просто поражение. Провал 24,5% против 73%. С победой Зеленского уже вовсю поздравляют и за рубежа. Исход выборов комментируют эксперты и политологи. Ждет ли Украину ветер перемен? Какими будут внутренняя и внешняя политика? Прояснить это попытались и журналисты на пресс-конференции, которую Владимир Зеленский дал минувшей ночью. Подробности у Евгения Лямина. В прессе Владимир Зеленский выходит под песню из комедийного телесериала «Слуга народа», где он сыграл президента Украины Голобородько. И без подсчета голосов с соглашением «Экзитпола» ясно, отрыв такой, что человек, образ которого в качестве президента не сходил с экрана три телевизионных сезона, теперь в течение пяти лет будет президентом Украины по-настоящему. Почти как в кино, разве что без стоп снято. Еще дубль. По-русски просят говорить на украинском. Почему Зеленский, выйдя к прессе, сразу стал благодарить всех на английском, никто так и не понял. Его экранный образ для украинцев настолько привычен, что один из первых вопросов, который волновал журналистов – что будет дальше, не со страной, с вашим кварталом? Кто будет вместо меня? Не знаю. А мне можно иногда появляться? Это шутка. Шутки в сторону и уже без них о будущих перестановках. Первый пошел. На брифинге, можно сказать, заочно был снят с поста генпрокурор Украины. Луценко – это старая команда. Мы будем назначать новых людей. Правда, ни одной фамилии и в этот раз не назвал ни прокурора, ни министра обороны. Из генштаба у нас есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии. Это действующие генералы. Вы обязательно их увидите, весь состав команды Зеленского. Я не имею права называть имена этих людей сейчас. В этот раз право голоса нынешние киевские власти лишили граждан Украины, находящихся в России. Не голосовали и на неподконтрольной Киеву частью Донбасса. Там говорят, да и не за кого. Против всех. Почему? Ничего не поменяется все равно. Порошенко мы уже знаем за пять лет, что было. А Зеленский, я его еще не понимаю. Он ничем не лучше. Просто он новый. Хотят избавиться от Порошенко. Пусть кто-то другой будет. На брифинге, отвечая на вопрос о Донбассе, Владимир Зеленский говорил, если и о войне, то уже только информационной. Мы будем работать усиленно, вести информационную войну для того, чтобы закончить войну на Донбассе. И тут же добавил, не намерен покидать и международную площадку для урегулирования конфликта на Украине. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. И считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Главное, в чем победил Зеленский во время предвыборной кампании второго тура, это то, что он смог договориться с Западом. Его команды, люди, которые за ним стоят, смогли убедить основные западные центры силы в том, что Зеленский может работать, что он будет удобным президентом для Запада. Зеленского уже поздравили с победой президент Франции Макрон, польский лидер Дуда, канцлер Австрии Курц, генсек НАТО Столденберг, глава Европейского совета Туск. Звонил с поздравлениями Дональд Трамп. Предварительные итоги прокомментировал Дмитрий Медведев, заявив о шансах на улучшение отношений между нашими странами, выразив надежду, что новое руководство осознает ценность взаимоотношений, которые не должны зависеть от политической конъюнктуры. Отреагировали на победу Зеленского влиятельные западные издания. По мнению Guardian, большинство избирателей выбрали кандидата, который был для них наименее плохим вариантом. Британская Independent подчеркнула, разгром Порошенко отражает народный гнев из-за коррупции и экономической ситуации. А в германский Дивельт считают, что к власти в Киеве приходит человек, который, не будучи пророссийским, может учесть голоса русскоязычных украинцев. Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский с украинского приходил на русский и обратно, пообещал защищать украинский язык. Про русский не проронил ни слова, не озвучил свое отношение к так называемому Томасу. Сразу же после оглашения экзитпола Порошенко позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил помощь. Тот не отказался, может быть обращусь, но между строк читается вряд ли. Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу, обязательно я обращусь к обществу. Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, о чем вы говорите, может быть, я не знаю. Давайте попробуем новыми силами все-таки что-то сделать. Новым будет издание администрации президента. Зеленский заявил, что с Банковой переедет. Правда, куда, признался, пока сам не знает. Возможно, станет ясно к инаугурации. Она должна состояться не позднее 30 дней после оглашения результатов. К ней Владимир Зеленский, вероятно, уже готов. Словоклятвы хорошо знает из роли. Здесь главное не перепутать и назвать свою фамилию. Я, Голубородько Василь Петрович, заступающий на цей высокий пост президента Украины. Евгений Лямин, Юлия Ходорова, Олег Смольков, Первый канал.